В этом году Европейская биеннале современного искусства манифеста отмечает свое 20-летие. Кроме того, манифесты впервые проводятся в России, в культурной столице городе Санкт-Петербург. За летнее время выставку успела посетить тысячу людей. Среди них и школьники, учащиеся с 3 по 11 класс, изучают современное искусство с помощью медиаторов проекта, которые проводят интересные экскурсии и увлекательные мастер-классы. Образовательная программа «Манифесты» рассчитана на то, чтобы мир современного искусства стал немного ближе и понятнее детям. Ведь многие из них впервые знакомятся с работами таких художников. И впечатления от увиденного у ребят останутся надолго. А какие реакции детей? Реакции детей абсолютно разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но наша, наверное, задача сделать так, чтобы им было интересно прийти в музей еще раз. И в большинстве случаев нам, я надеюсь, удается это сделать. Проект «Красный вагон» Ильи и Эмилии Кабаковых вызывает невероятное любопытство и стремление обязательно туда зайти. Внутри художники изобразили картину будущего. Ребята убеждены, там обязательно появятся летающие машины. Разглядывая работы Тимура Новикова, дети пытаются понять, почему у художника такие маленькие олени, ракеты, корабли. Позже медиатор расскажет им, так автор путешествовал. Новиков изобразил свои странствия необычно, с помощью различных полотен ткани, в которых школьники старательно ищут загадку тайны мастера. Он путешествовал на самолетах, на ракетах, на кораблях. Он путешествовал на животных еще. Он путешествовал по всему свету. Стойко выдержав час путешествий по манифесте, ребятам предложили попробовать самим стать художниками. И даже доверили завершить картины. Именно на мастер-классах дети оживают и начинают фантазировать. Для них эта часть экскурсии, наверное, самая увлекательная, ведь тут они создают работы, которые, не исключено, тоже можно назвать современным искусством, и которые потом займут свое место на экспозиции. Мы нарисовали браслет, там поезд, ну и еще стол. А какая картинка была? Ну, там была тарелка, пол тарелки и пол браслета. И пол железной дороги детской. Мы потом нарисовали. Организаторам школьной программы работать с детьми непросто, но непременно доставляет удовольствие. Желание потрогать экспонаты руками здесь компенсируется всегда искренним интересом. Хуже, когда искусство, пусть и непонятное, не вызывает вообще никаких эмоций. В принципе, современное искусство у нас, к сожалению, по большой ошибке, почему-то не очень воспринимается в России. Хотя, в общем, можно вспомнить наследие русских авангардистов, которые, в общем-то, у нас были. И сейчас пытаемся воскресить это и воскресить любовь к современному искусству даже с какой-то стороны. Для школьников оно очень интересно, потому что, ну, в общем-то, мы можем вспомнить, да, Бан Гога, те жившие полотна. По-разному все относятся к этой выставке. Вот, но очень интерактивная форма. И здесь то же самое. Например, когда тебе говорят про разрушенный дом или про копейку, которая врезалась в дерево, у детей сразу же восторг, интерес и желание узнать, что за этим стоит. Это седьмой класс на манифесте впервые. Школьники гордо утверждают, современным искусством знакомы. Но, кажется, особого любопытства у большинства оно не вызывает. Гиды все равно старательно объясняют, что хотел сказать автор. Если честно, я вообще не люблю искусство. Я не понимаю, что там такого интересного и непонятно, и странно. И, ну, может, там что-нибудь есть такое интересное, загадочное, но просто мне, я его не понимаю. Конечно, подросткам интересно знать, зачем Анна Вероника Янсенс наполняет аквариумы парафиновым маслом и почему Вольфган Тильманс физографирует носки. Вполне возможно, что это может быть история об одном человеке или история нескольких людей. Они у меня все хорошие, дружные. Иногда не хотят идти, а потом говорят, хорошо, что мы сходили. Я хочу, чтобы мои дети были гармонически развиты. Не только, чтобы занимались футболом и бегали по крышам, но и хотя бы немножко хочу приобщить их к искусству. Дети не оценивают современное искусство. Оно им просто нравится или нет. Если нет, они дополняют его своими красками. Но, наверное, именно детские впечатления и эмоции – самые искренние и самые настоящие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова